Добрый день, друзья! С вами доктор Линский. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу именно не дать вам информацию, а просто обсудить с вами, на мой взгляд, очень важную, интересную тему. Это отношения родителей, детей. Потому что редко я встречал людей, которых можно назвать экспертами в этом направлении, включая меня. Это абсолютно касается меня и такой же человек. И также, к сожалению, как быть родителями, этому не учат с детства. И тут еще важно, могли бы и учить, но вот вопрос правильности этого направления тут тоже вызывает много вопросов. И вот хотелось бы обсудить, часто бывает человек спрашивает, ну вот я, наверное, неправильно воспитывал или воспитываю своих детей, вот они выросли вот такими, над такими. Кто-то там, допустим, хулиганит, кто-то не хочет учиться, кто-то, допустим, все время проводит за телефоном или за компьютерными играми. Наверное, мы плохие родители и это мы что-то не дали ребенку. То есть почему-то и люди сами склонны так думать, ну если они анализируют свою жизнь и винить себя за это, потом, соответственно, это сказывается на их здоровье. И в обществе точно так же принято, что вот если с ребенком что-то не так, то виноваты родители. Я хочу высказать на эту тему только свое оценочное суждение. Это не истина последней инстанции, как я подчеркиваю во всех своих видео, только мое личное мнение, не более того. Я считаю, что, конечно, как родители относятся к ребенку, это влияет, но не на сто процентов и это не оказывает, ну скажем так, главное воздействие и на то, каким ребенок вырастет и каким человеком он будет. Сейчас объясню, почему я так считаю, то есть объясню свою позицию. Ведь мы знаем очень много примеров успешных людей уже из их биографии, когда человек родился в таких условиях, в которых он, в принципе, у него было очень мало шансов выжить даже физически, не говоря уже о том, что там какие-то психологические моменты или же те же развития таких чувств, как любовь, доброта и так далее. То есть человек был лишен этого от слова совсем. Вырастали в каких-то гетто там, в каких-то клаках, где-то среди там асоциальных в семье со социальными родителями, другими родственниками и тем не менее человек, если у него был волевой посыл, я потом вернусь еще вот к этой составляющей, на мой взгляд это ключевое, он все равно преодолевал это все и вырастал человеком, он состоялся в жизни, достигал то, зачем пришел на эту землю. Знаете вы такие примеры? Я думаю множество, как и я, и приведете их намного больше, чем я вам тут буду рассказывать. Просто примем, что такое есть и массово. И в то же время очень часто бывает, что человеку от рождения было дано все, к нему хорошо относились родители, ему каждый день с утра до вечера говорили, что его любят, обнимали, это тоже важно, объятия, да, я у меня делал об этом ролик, обнимали, то есть выражали эмоционально свои чувства, доказывали это на практике конкретными действиями, причем и личным примером, это тоже еще одна важная составляющая, то есть это абсолютно как то, что делали, не расходилось с тем, что говорили, то есть все совпадало и в то же время ребенок вырастал каким-то или безвольным, или становился наркоманом, алкоголиком и так далее. Знаете вы такие примеры? Я тоже думаю множество. Поэтому именно вот этот аспект позволяет мне сделать вывод, что окружение влияет, действительно оно влияет, то есть если, к примеру, вы постоянно общаетесь с людьми, у которых считается нормой, просто встретились каждый день, выпивать, решать какие-то вопросы именно за бутылкой, через какое-то время, если вы не покинете эту компанию, хотите вы или не хотите, с большей долей вероятности, вы скорее всего примите эти условия и точно также будете поступать, как эти люди. Окружение влияет, но оно, на мой взгляд, несет, то есть играет не главную роль, то есть не 100%, очень много зависит от непосредственно самого человека. Точно также под другим углом, как говорится, приведем пример, если взять, вот человек говорит там, или бывает даже дети заявляют, вот я такой вырос или такая выросла, потому что вы, родители, вот это, 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 вы вот так ко мне относились, то есть вы виноваты. Но я задаю вопрос, скажите, вот взять 100 человек, поставить в такие же условия точно, если из этих 100 человек только 20 станут такими, как она или как он, а остальные 80, ну нормально сформируются, достигнут успехов, то что это значит, это виноваты родители, окружение или может быть что-то внутри человека. Оставляю этот вопрос на, говорится, на ваше обсуждение, пишите в комментариях, что, ну что вы думаете по этому поводу, какой у вас практический опыт. И поэтому вот цель этого видео родителям, да, естественно, нужно делать все возможное для нормального формирования своего ребенка, условия, но если что-то вы действительно сделали все, что могли, что-то не сложилось, не нужно на себя цеплять вот эту вот эту чажесть вины. Все-таки очень многое зависит непосредственно от ребенка, он ведь тоже человек, эта душа пришла в этот мир со своими задачами, с каким-то своим багажом, багажом из прошлого. И тут не все в ваших руках, то есть сделали все, что может, все, что можете, а дальше все зависит непосредственно от человека. У него, несмотря на то, что это наши дети, у него, у них свои задачи на этой земле. Тоже вот простой пример, допустим, ребенок сидит постоянно там в телефоне, сейчас, к сожалению, это проблема, вырабатывает, на мой взгляд, пассивное отношение к жизни. Ведь проще сидеть перед телевизором, там смартфоном, там вся информация проистекает, усилий никаких, ну то есть не нужно прилагать, это даже не то, что читать книгу, тут все-таки активное получение информации. И важно, если вы не подаете такой пример сами, то тут на вас нет никакой вины. Или же вот родители жалуются, ну вот как вот дети там, кто-то курит, кто-то, допустим, не принимает душ, там как-то ходит в грязной одежде и так далее. В то же время родители сами, они, у них нет вредных привычек, личным примером показывают, что вот я там не курю, я каждый день там принимаю душ и так далее. Тут уже, ну да, может быть, многие скажут, да, это человек какая-то сублимация, человек с помощью этого пытается обратить внимание, там вот различные психологические моменты. Но, тем не менее, в большинстве случаев, если вы, это, кстати, один из важных критериев, я считаю, всегда нужно подавать личный пример. Я так поступал и поступаю в семье, если я говорю, что нужно там как-то заботиться о себе в плане физическом, психологическом, делать зарядку, то мои близкие видят, что я это делаю каждый день. И так, в принципе, по всем пунктам. У меня то, что я рассказываю, не расходится с тем, что я делаю, а далее уже зависит непосредственно от них. Возьмут они это на вооружение? Хорошо. Если же нет, то, во всяком случае, я считаю, что сделал все, что мог. И это важный момент, что о личном примере. А далее, вот я о нем упоминал вначале, это волевой посыл человека. На мой взгляд, именно он позволяет ему достичь в жизни того, что он наметил и стать именно тем, чем человек, что ему дано по жизни, для чего он пришел в этот мир, именно волевой посыл. И также отсутствие волевого посыла, вот этой воли, то есть делать то, что не всегда хочется, допустим, для этого нужны усилия. Ведь проще, как мы уже говорили, лежать там со смартфоном, с компьютером, а для того, чтобы себя все-таки дисциплине, самодисциплина тоже, это составляющая волевого посыла. Вот это играет роль. Ну, естественно, окружение, но все-таки в первую очередь, очередь вот это. И еще раз хотел снять чувство вины с тех родителей, что вот ребенок такой вырос. Важно, чтобы вам можно было честно сказать себе, я сделал все, что мог. Ну, во всяком случае, все, что было возможно в тех или иных условиях. Если же вы что-то сейчас еще не делаете, и это видео вас заставило задуматься, то никогда не поздно, лучше позже начать, ну, как бы исправить свое поведение, а дальше уже будь, что будет, и все будет зависеть от волевого посыла ваших детей. Вот такое мнение, еще раз подчеркну, это просто мое оценочное суждение, не претендуя на истину последней инстанции. Напишите свое мнение, может быть, поделитесь своим опытом решения таких проблем. Думаю, это будет интересно и мне, и зрителям моего канала. На этом у меня все. Если понравилось видео, заставило о чем-то задуматься, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, делайте репост этого видео, обязательно дождитесь окончания ролика, там я для вас приготовил заставки на те видео, которые, на мой взгляд, также будут вам интересны. Всего доброго и будьте здоровы!